Пока все отвлеклись на этот чертов кулон, я мигом сбегал за остальными подарками, кроме одного. Он предназначался моему аквамариновому... аквамариновому ангелу. И подарю я его немного позже. И немного в другой обстановке. Это типа чё, нахуй юбантик завязал? А перед началом этого видео, попрошу поставить лайк и написать любой комментарий. Это поможет в продвижении канала. Спасибо! Здарова, братаны! Вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений. И сегодня мы будем продолжать проходить Снизошло с небес, Исход. Ну и погнали! Хоу-хоу-хоу! У нас так много общего. Она понимает меня с полуслова, как и Маша. Всегда может поддержать разговор, как и Маша. Под неплохим градусов, да чё греха таить. И без него красиво, как и Маша. Цитата одна вспомнилась. Мы хозяева своему телу. Ну-ну. Только мной двигали лишь инстинкты. Звериное. Да и отсутствие этого самого на протяжении месяца тоже дало своего рода толчок. Наплевав на все моральные и нравственные принципы. Ты чё, передёрнуть не мог или шо? Господи, кобель. А Алиса этого, похоже, и хотела. Мда. Лагерная история вышла на закономерный апогей. Я подозревал, нет, знал, что она питает ко мне какие-то чувства. И что надо было давно уже затеять с ней этот серьёзный разговор. Опоздал. Да. Поздновато спохватился. Кретин! На эмоциях ладонь превратилась в кулак, который силой врезался в деревяшку скамье. Алиса вздрогнула, но ничего не сказала. Я сделал глубокий вдох и начал. Алис. Алиса, Алиса, что ты хочешь сказать, что это я во всём сама виновата, а? Это я заточила тебя в постель, а потом... Мне пришлось закрыть ей рот ладонью. Ибо орать на всю улицу об этом... Послушай меня, ладно? Сказал я умиротворяющим тоном. Она кивнула в ответ. Я отпустил ладонь. В этом виноваты оба. Согласна? В большей степени я... Алис, ты же понимаешь, что мы не можем быть вместе. Я люблю Машу. Больше всего на свете. А этот случай... Я прошу тебя, не разбивай ей сердце. Я умоляю тебя. Пускай это останется между нами. При других обстоятельствах я бы ответил тебе взаимностью. Ты очень дорога мне, но как друг, понимаешь? Я не хочу терять тебя, но и не могу быть с тобой. Тебе больно всё это слышать. Даже представить сложно, насколько. Если ты возненавидишь меня, я пойму и приму это как должную плату за то, что произошло по моей вине. Я обнял её в отве... Я обнял её. В ответ она обняла и меня. На пониженном тоне я продолжил. Пожалуйста, не рассказывай всё это, Маша. Я готов на всё ради этого. Я не хочу, чтобы она страдала из-за такой мрази, как я. Я согласна. Но, по-моему, от этого лучше не будет. Я освободился из её цепких объятий. Пусть эта тайна уйдёт вместе с нами. Первое за это время я улыбнулся. Как и Алиса. Так, ну что, до Нового Года каких-то 30 минут. Надо возвращаться. Нас, скорее всего, уже потеряли. Я встал со скамейки и подал ей руку. Она с радостью приняла её. Кстати, у меня есть для тебя подарок. Новый год же. Я запустил руку в карман в поисках того самого. Вуаля! Получите, распишитесь! На моей ладони, блестя при свете фонаря, лежал кулон в виде ноты на серебряной цепочке. Купил я его ещё задолго до... Я протянул подарок Алисе. Какая... прелесть! Она смущенно взяла его, рассмотрела со всех сторон, а после сказала. Можешь надеть его на меня? С долей стеснения произнесла она. Чё уж стесняться, как говорится. Ебались-то да. Я взял кулон из её рук, подошёл почти вплотную, обвел его вокруг шеи, стараясь не завязать в охапку её волоса. Ну вот, готово. Хотел было сделать шаг назад, но она схватила меня за воротник и посмотрела мне прямо в глаза. Я готов был провалиться сквозь землю, лишь бы не видеть этого взгляда. Можно последнюю просьбу? Я сглотнул. Какую? Ты можешь... Можешь поцеловать меня так, как целуешь её? Я просто охуял от услышанного. Алиса, я... Можешь считать это моим условием молчания? Идти на поводу рыжей желания вообще никакого не было. Единственное верное решение — отказаться. Но чёрт, у меня нет выбора, я сам на это подписался. Я огляделся. Вокруг не было ни души. Ладно, покончим с этим. Сама попросила. Я сел и схватил её за талию и притянул к себе. Через мгновение я закрыл глаза и прильнул к её губам. Мне удалось представить на её месте мою настоящую любовь. Отчего поцелуй получился не таким фальшивым и не таким... Отвратительным. Я надеюсь, этого больше не повторится. Как ей с тобой повезло. И не говори. Всё бы отдала, чтобы оказаться на её месте. Сказала она еле слышно. Пойдём, что ли? Не дождавшись её ответа, я развернулся в сторону подъезда. Через секунду она нагнала меня. Десять! Девять! Восемь! Семь! Шесть! Пять! Четыре! Три! Две! Одна! Ура! Звон бокалов раздался по всей гостиной. Ну что, перейдём к тому, ради чего мы все здесь собрались. Несерьёзно, с явной усмешкой произнёс я. К подаркам! Все девочки переглянулись между собой. А, поняла, сейчас. Маша пошла в сторону шкафа и достала оттуда кейс для гитары. А я всё искал, куда же она спрятала для меня подарок. Оказывается, он всё это время был у меня под носом. Лёнь. Давно Маша так не смущалась, как сейчас. Мы все прекрасно знаем о твоей тяге к музыке. И не только к музыке. Протянув каждое слово, сказала Славе. Все поняли, что речь идёт о Маше. Но сердце от услышанного всё равно в пятки ушло. И мы всё вместе решили подарить тебе общий подарок. Боже. Это какая-то серьёзная гитара, что ли? Она аккуратно открыла кейс и буквально отпрыгнула назад, быстро-быстро хлопая глазками, которые пристально смотрели только на меня. Все затаили дыхание, ждали моей реакции. Как будто я мог разочароваться. Увидев, что это за гитара, я на пару секунд потерял дар речи. Не может быть! Я вскочал со стула, но тут же остановился, чтобы умереть свой пол. Уже медленно подошёл к своей любимой, мягко взял её из её рук гитару, поставил к шкафу и, не удержавшись, упился в её губы. Ой, а нас кто будет целовать? Посмеялась Славе. Хорошо, что не сказа... Блять, хорошо, что это сказала не Алиса. Подарок от нас всех. Я нехотя отпрянул от мягких губ Маши, тихо прошептал ей на ушко. Это всего лишь аванс. Эх, какие же вы все! Я так вас люблю! Идите все сюда! Радость таки белоклечом, и мы дружно, прям как настоящая семья, обнялись. Кстати, о гитаре. Это действительно Воршберн А.Е. Виктора Цоя? Ну, кому как не тебе понять, что это именно она? Ну, как? Она же бешеных денег стоит! Я так сильно удивился, что Маша не удержалась и звонко рассмеялась. Какой же ты дурачок! Она все время зарабатывала деньги на эту гитару, да? Она чуть ли не повалила меня на пол, пытаясь приобнять сзади, пока я млел, смотря на гитару. Спасибо вам огромное! Я буду обращаться с ней ласково! Ой, елки-иголки! Я же вам, блин, подарки-то не подарил, точнее! Алиса демонстративно показала всем свой кулон. Ой, какая красота! Красивый! А вкус нашего джентльмена е... У нашего джентльмена есть! Э? Пока все отвлеклись на этот чертов кулон, я мигом сбегал за остальными подарками, кроме одного. Он предназначался моему аквамариновому... Аквамариновому ангелу. И подарю я его немного позже. И немного в другой обстановке. Это типа чё, нахуй юбантик завязал? Лена, мы все прекрасно знаем, как ты относишься к искусству. И поэтому мой подарок это... Автомобиль! Шутка-шутка, а если серьезно, то... За спиной я прятал книгу. Непростую. Я долго думал над тем, что тебе подарить. Остановился вот на этом. Маргарет Митчелл, унесенная ветром. Читая почти каждое слово по слогам, Лена одновременно смутилась и удивилась столь простому, но до боли знакомому... Знакомому подарку. Она самая. Там и автограф есть. Не стану говорить, как тяжело было достать ее. Спасибо. Она мило поцеловала меня в щечку. Слави. Мне почему-то захотелось сделать так, чтобы ты помнила то место, где мы все однажды побывали. И мы, смотря на... Не забывали о нем. Ведь воспоминания не купишь ни за какие деньги в мире. Особенно такие. Так что, вот. Я протянул ей маленькую коробочку. Ой. На заказ. Красота, не правда ли? Славя с изумлением достала брошь в виде совы. Основной материал малахит. И два маленьких рубина на месте глаз. Какая она смешная и милая. Она протянула мне руку. Ой, привычка. Мило улыбнувшись... Мило, блядь, улыбнулась и обняла. А для тебя, Маш, у меня особый подарок. Но нужно немного подождать. Ты ведь потерпишь до завтра. Ммм. И что же это будет? Секрет. Я люблю секреты. Она прикусила губой и так глянула на меня. Ух. Так, ну что. Фейерверки и салют готовы. Осталось найти добровольцев, кто всё это добро будет запускать. Есть такие? Да! Еееей! Сайонара, девочки! Может вас подвезти? Не стоит, тем более я вчера забрала свою из мастерской. Теперь как новенькая. Маша обняла девочек на прощание. Дверь закрылась. И я в ту же секунду подхватил Машу на руки. Какая ты лёгкая, как пёрышко. Правда, правда? Ты что, не веришь мне? Верю, верю. Ты же никогда не обманываешь меня или чего-то не рассказываешь. Ты очень добрый и открытый человек. За это я тебя и... Эй, ты чего это? Её слова ранили меня в самое чувствительное. Сердце. И по моей щеке побежала шальная слеза. Так. Надо мигом собраться. Да, это отчасти. Радостно воскликнул я. Я никогда и ни за что тебя не брошу. Я всегда буду говорить тебе правду и только правду, ведь... Ведь лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Большого улыбнувшийся вполне успешно вышел из щепетильного положения я. Кстати, тебе же не хватило того аванса, а? Не-е-е-е. По-детски мело выпалила Маша. Сейчас исправим? Но, думаю, нам этого не покажет. Глава первая. Концерт. Пару недель назад. Я попросил Машу взять из музыкальной школы еще одну гитару. Одолжить, так сказать, хоть мы и были в состоянии купить целый магазин, а то и два музыкальных инструмента. Забрав у нее из рук гитару, я обнял и поцеловал Машулю в щечку. Ну что, домой? Может, в магазин заскочим? Праздник же. Да какой же это праздник? Мы вынесон улыбнулись друг другу. Эх, ее улыбка может растопить даже лед. Ну ладно, ладно. Почему бы и нет? Понятно, в какой отдел. Заскочили в винный магазин. Смекаете? Как только мы зашли внутрь, я сделал умное лицо. Приложил руку к лицу, как будто я ценитель алкогольных напитков с приличной градусной мерой. О, Хацунова Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Мой заказ уже здесь? Конечно. Он ждет, не дождется, когда... Когда же вы придете? Сейчас принесу. Ничего не хочешь мне сказать? Ну... Нет. Ах, вот как значит. Ну, тогда... Ваша коробочка, держите. Спасибо. В таком случае, я заплачу. Не стоит. Скоро вы за все заплатите, уважаемый господин. Я уже купила ее. Мне не понравилось, с какой интонацией он это сказал. А тем более, как назвал меня. Да он насмехается надо мной. Я не господин. Господа все в Париже. Как будет вам угодно. Лень, ты чего? Маш. Это не слишком дорогое удовольствие? Я мельком посмотрел на коробку королевскую коробку шампанского Кристал. Ценник переваливал за 50 тысяч российских рублей. Эх, ой-ой-ой, сабажоры! Несколько лет назад я только мог только мечтать. Мечты сбываются, да? Нет, я был не против, просто немного удивлен. А почему бы и нет? Мы же можем себе это позволить. Ну, если ты не против. Я? Конечно, нет. Продано! Я забавно взмахнул рукой, будто победил в долгих ставках за очень редкий и ценный лот. Отчего был одарен все той же бесконечно притягивающей улыбкой. Через пару минут мы вышли из рая для алкоголиков. И сразу же холодная вьюга ударила нам в лицо. На улице было немноголюдно. Вечер, да еще и погода не способствовала прогулке. Кстати, один мой знакомый хотел пригласить одну очень милую даму на прогулку по парку. Ну, из-за погоды он вынужден будет перенести свидание. А может и не стоит откладывать его? Ведь потом, может быть, уже поздно. Возможно, ты права. Одеться потеплее и все. Как мы, к примеру. Тебе вот не холодно? Мне нет. И мне. Сговорчивая какая. А твой знакомый, опиши его. Он красив? А вот, это мы узнаем уже в следующий раз. Что ж, на этом моменте на сегодня все. Так что, всем спасибо за просмотр. И всем... Хоу-хоу-хоу! Вернись ко мне, моя мечта. Из уголков, пустой вселенной. Верни мне жизнь и согревай. Освободи меня из плена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok